всем привет сегодня у нас опять ремонт вот сейчас разобрал эти как они дверные проемы эти в эту комнату и в эту в той по идее надо там больница ладно это потом можно следующий год тут в этой комнате чтобы закончить тут как бы ну полностью все по уму сделать сразу чтоб это боя наклеить по краям сверху там и вот тут здесь получается здесь буду дверь ставить еще не знаю как сам может поставлю так ну видно будет в коробке купил какие-то еще короче нету коробок нормальных вот эти коробки купил и две штуки только больше не было на третью еще на перегородку там вот на эту на верхнюю больше нету не знаю может должны привести по идее и вот здесь этот проем сделал уже вчера вот тут ковырялся целый день вчера ковырялся но вернее тут не целый день уже нет где-то два позавчера разобрал только подготовил все лучше как сказать вот тут здесь сделал фанеру настилил там подтесывал бревна тут эти на брусья вернее там брусь был надо было стесать чтобы новый ровно что было тут все ровненько тут кусок не хватило мне такой фанеры пришлось маленький такой делать на никуда он денется и здесь тоже тут порог высокий был стамеской срубался пилой спиливал а здесь как раз еще расстояние остается здесь по идее тоже фанеру стелить и тут так будет но нормально как бы за и сделал вот такую обшивку дверного проема получилось не знаю шляпу какую-то сделал короче ну так вроде ничего с виду то вроде ничего получилось цвет белая лиственница вот так тут сделал заклеил как-то не очень так получилось он щели получились специалисты стороны вы здесь сверху главное нормально вышла вот он скотча приклеивал на все равно он как бы отгибался он скотч не держит мне кажется толку от него мало вот здесь все ну все равно отошло ну на пену это садил получается выходит как вот этот а вот эту на пену посадил эту сторону потому что там пустое такое место короче никак не получится наклеить приклеить Пришлось мне на пену, вот, такими маленькими как полосками, сюда раз, так полоску, здесь полоску, там полоску, такими как бы небольшими полосочками наделал, пены, приклеил, и вот здесь саморезами прикручивал, я уже их выкрутил вам вчера, вот, отверстие тут, и саморезами так сбоку, раз, так, как бы прижимал ее так туда, ну вот как здесь, вот типа так вот, саморезы тоже. и все на пену вот это на пену а вот эта сторона тут на клей сегодня клеем обои короче завтра потолок нам приедут будут вешать лампочки на всю эту фигню на печке сделали затиркой все в щели такой же ну как коричневого цвета как в санузле то тоже затирки как раз хватило еще осталось даже под цвет как подходит нормально получилось щели толстые кита вот здесь вот в это и вообще стучат толстоватая получилось да ничего пойдет но плитки нормально пока держится нет падают это вот местами они тут так немножко на бета пустоты какие-то как не прилегая или можете отчетом там как-то мало над этого клея намазал как бы неправильно может не надо я не знаю этот скотч короче он не держит вот так вот делаешь он слабый отходится равно какое-то время поначалу вроде держит а потом пена там внутри видать начинает расширяться и она как потихонечку рассмотришь выдавливать и этот скотч он как бы так раз так ну сползает или как-то она больше его так наклеивать или сплошняком то там клеить так сплошняком полностью так или простой скотч вот этот прозрачный какой-то такой не малярный обычный скотч наклеивать он крепче как-то и может что сделать потом отбирать правда их хреновенько но еще делать печка он беленькая какая стала покрасили вот не это не сказал ты ладно что-то делаю дальше почти что всю кухню клеили обоями немножко еще осталось махом все за чего они большие листы листы вот ширина метр шесть метр семь где-то тут загнули сюда немножко так чтобы этого нахлёстку было потому что здесь не будем клеить вот на эту сторону на эту стенку потому что тут кухонный гарнитур будет он полностью ну сверху только надо будет немножко наклеить полоску небольшую там сколько не надо прикинуть там примерно а так то полностью шкафы будут здесь будет фартук здесь тоже столы и она как мы полностью сюда края будет все закрываться так что тут смысл клея здесь правда это по идее надо было подбирать по рисунку здесь стыковать чтобы как бы вот состыковка было ничего не подбирали сильно в глаза не бросается так и вот такой хаотичный рисунок как не совсем видно немножко так конечно вот волна немножко есть это обои снизу старые они размокли такие волной стали они потом высохнет нормально будет натянется как вот это бета-контакт вот этот розовый малиновый цвет такой он какой-то интересный но это как она скрепляющая грунтовка укрепляющая или как она называется тут промазал все вот эти вот кстати вот эта штукатурка которая отпадывает она кусочками такая крошится такой это прикольная вещь такая как бы высыхает потом твердый такой становится как это твердый твердый какой-то твердевая крепкий такой как как связывает как пластмасса какая-то здесь тоже в туалете санузли тоже все промазал этой херней про тут она брызгалась немножко так на стены да куда будут закрывал тут пленкой шкаф чтобы не брызгать потом не знаю еще ринолеум покажу сейчас еще заодно может сегодня если успеем выключатели надо будет он там поставить в саду сразу же так на все на сегодня день окончен такой видок получился видимость большая проделанная работа это делаешь делаешь ковыряешься что-то все на одном месте стоит а то раз сразу же такой видок холодильник на место поставился уже наконец-то сколько тут сколько у меня что-то не помню уже сколько он времени тут стоял вот здесь посередине сколько-то месяц наверное не больше завтра натяжной потолок поставят и вот сюда шкаф еще привезут у нас тут мужичок один есть он делает шкафы но мебель очень любую под заказ любых размеров каких-то вот ну хочу сделать даже кухонный гарнитур может сделать там да все что угодно очень шкафа прихожая будет такая потом покажу она будет почти под потолок пацаны так установка потолков натяжных пацаны почти все сделали уже осталось только чего не хватило подвесов таких железных этих полосок тут лампочки станешь что тут круг будет лампочки то по кругу будет там 2 и в санузле 2 или 3 смысле выключателя сделал сегодня утром так что такая пушка газовой пушки будет греть я чуть думал электрическая уникать газовая они тут нагревают как-то там вот эту пластмассу и так они пластмасса как она вот полотно это само из чего на там сделано так ну что вот такой получился видок сейчас уже вот ближе так сказать концу к завершению подходит такой получился видок еще осталось кухонный гарнитур сделать так тут ну чё там еще по мелочи что-то может здесь вот облицовочные вот эти уголки тут надо сделать f-образные такие так вот такой потолок санузле получился три фонаря три лампы по диагонали сделали он как они это установщики до потолков типа будет вот так все делают обычно таких вот маленьких небольших помещениях а так как ну треугольником карта можно было тоже сделать не знаю тут навичник поставил выключатели вот тут две лампочки вот вот на потолке вот как в коридоре типа и шкаф вчера еще нам сделали заодно вчера вообще что-то мощно тут сколько за два дня считай кухня преобразилась сразу же обои наклеили линолеум потолки сделали и шкаф осталось немножко сегодня я еще повесил эти как они называются шторки типа или как они как они называются это шторки или как римские шторки раз так прикольно просто на липучки на двухсторонний скотч прикрепляется тут такая декоративная пленочка чтоб печка не видно было и так как будто кажется какой-то столб или какая-то непонятная штука как будто это не и не печка вообще сюда железо надо будет не найти кусок какой-то нового новое чтобы хорошая как-то его сюда тоже присобачить как его не знаю прибивать на гвозди что ли как его сейчас на саморезы прикручивать а то печку топишь угли падают сюда что-то мешаешь дрова сюда роняешь линолеум у сра конец придет он фанерку пока постели вчера чтобы это не стукать по фну что-то мало ли не попортить линолеум тут тоже вот это с печкой так вот хреново это когда линолеум все это угли выпадывают сразу начинает проплавляться так что я еще покажу еще свет как гореть вот какие лампочки тут кругом сделали лампы очень покажу снизу как получается пять штук и по кругу так они идут что-то сейчас по кругу всему у всех мода стала делать все по кругу делают ком в комнатах вообще везде не квадратами как-то полосками я просто вот круг так нарису рисует по центру просто и по кругу так ставят 2 как получается но два режима работы так как затемненный такой режим просто диоды работают на самой этой как на фонаре на как она называется на плафоне вот так вот так без подсветки так с подсветкой и вот и такие лампочки уже диодные они меняются их можно так выкручивать поворачиваешь и меняешь их сгорят можно поменять а вот эти диоды конечно их не поменяешь быть подсветка которая она уже все со светильником вместе придется менять светильник стоит где-то 270 что ли рублей покупали и лампочка сама где-то 100 рублей там 150 130 лампочки разные бывают они какие-то есть на 8 на 10 ватт на 12 на 15 вроде самые мощные что ли такие вот сама лампочка вот этого смена так что можно любые ставить но он ярко вообще горит вообще как днем кого-то вот здесь такой свет яркий все видно вообще четко еще вот здесь подсветка диодная тоже такой видок получился нормально надо вот сейчас еще тут все подключать кабинку ставить ладно что тогда заканчиваю это видео такая получилась красота потолок а не сказал еще не сказал вчера когда потолок стали делать короче ну как ну сделали вернее уже и потом я что-то хожу такое состояние у меня кумарное стало от него как запах какой-то идет это вот это пластика который на бутылке вот это как она называется правильно это ерундовина такой запах этот противный ну как он не противная какая-то химия какой-то воняет и такая вонит него особенно вверху где-то вот когда но температура там где еще печку протопили как бы еще до печки пахло в туалете вообще вонище было все окна открыты все вчера поветряли тут все окна открыты были все до ночи а потом даже на туалете там оставил окно на ночь открыто это приоткрыл немножко что проветрялось блин вообще дышать невозможно и как потом такое как ходишь как в тумане как в башке что-то как отравление какое-то ведет стопу доводит ну какое-то ядовитое вещество выделяется или какие-то газы видимо там когда греют еще и он и ну вот натягивают там как пушка такая газовая нагревают видать может из-за этого или сама пластмасса вот это вот само вот этот материал сам такой выделяет какие-то вещества вот эти ну говорят первый день там пахнет сколько-то день-два там все потом перестает сейчас вот уже как бы почти не пахнет такого кого-то запаха нету как раз нормально нет тут еще пахнет в санузле немного чувствуется как это запашок есть какой-то вообще по идее он окно открывает что поветрялось можно наблюдать через потолок что на улице там происходит все видать в окно печка отражается глянцевый белый опасный короче потолок вонючий козь науча бы сегодня более-менее нормально растут ладно что-то много болтаю всем всего хорошего потом когда кухню соберу еще будет видео покажу уже полностью все закончу так сказать все в принципе осталось тоже немного и уже полностью все покажу всем пока ремонт к завершению можно сказать почти подходит до новых встреч